Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напомню, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Присоединяйтесь к дискуссии, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы. Попробую сказать, Лен, то же самое, но другим каким-то темпом и голосом. Ну, вот так, бодро пригласили. Ну, на мой взгляд, действительно, наш разговор нуждается периодически в том, чтобы к нему присоединялись люди, которые, я надеюсь, нас смотрят. Ну, я знаю, что нас смотрят люди. Вот. И кровь разговора появляется тогда, когда вот эти истории, какие-то вопросы есть, да. В принципе, мы же и за кулисами с вами можем поговорить и обсудить те вещи, которые нам нравятся, которые нам интересны. Поэтому, действительно, давайте пробовать, ну, продолжать создавать это пространство, да, продолжать создавать пространство разговора. Да. И звоните. Конечно, потому что любая история, она позволяет нам адресно обратиться к человеку, который, ну, нуждается, возможно, в помощи, в рекомендации, в совете, в каком-то. А так, у нас иногда бывает, что мы вынуждены находиться в плену собственных фантазий. Ну, я думаю, что это не совсем плены, не совсем фантазии, потому что мы такие же двуногие люди, как и все остальные. И, в общем, какие-то базовые вещи, свойственные нам, женские, мужские, человеческие, сыновьи, родительские, да. Вот. И здесь, это я так, наверное, готовлюсь к переходу к сегодняшнему разговору. И, по большому счету, ведь это парадокс, все уже сказано давно. Ну, в мировой литературе, в массе предыдущих передач написано, и отстраненный зритель, слушатель мог бы спросить, зачем они так много говорят, например, на тему такую-то, когда уже было, ну, я не знаю, масса, наверное, цифровой пленки, условно говоря, использована и так далее. Вот. Для меня это очень важный вопрос, почему каждый раз нужно задавать одни и те же, ну, и пробовать на них ответить одни и те же вопросы. Что это значит? Мы на них не можем ответить или это значит что-то другое? Какой ответ у вас есть? Зачем? Ну, у меня есть ответ, что, ну, это как с жизнью. Ведь жизнь уже проживали люди, другие, до нас. Это не значит, что не стоит жить свою. И люди искали ответы на эти вопросы. Это не значит, что их не стоит искать. И каждый раз этот ответ какой-то уникальный. И вот я сейчас говорю вам, Елена, и понимаю, что вот сегодняшний эфир для меня начался, ну, вот, это для консультации характерно, для моей. Я не знаю, куда вырулить разговор. То есть он всегда тематизирован, ну, или практически всегда. То есть всегда какая-то тема стоит. Но я еще раз, мне кажется, я уже говорил, я думаю, что только тематизировать разговор – это ловушка. Ну, то есть сказать, мы сегодня говорим вот от сих до сих, проясняем. И это может быть бесконечным умствованием, бесконечной тренировкой в аргументах, бесконечным движением по каким-то известным теориям или малоизвестным теориям. Да, ну, можно же вот в этот эфир наш 30-минутный кучу всего запихнуть, каких-то умных мыслей, да, книжек и так далее. И для меня важно в этом смысле, что вот из того, что я знаю про психику, про психическую деятельность, она никогда не линейна и не последовательна. То есть если позволить человеку в кабинете на приеме, ну, как позволить, да, если он сам себе позволит, если он примет эти условия, если он начнет говорить, то это будет путаница, это будет мешанина, это будет одно за другое, это будет об одном, потом о другом, потом о третьем. Никто линейно не думает. Поэтому у нас есть же сегодня заявленная тема. Да, у нас есть тема, я хотела предложить поговорить о кризисе среднего возраста, при этом, вот как вы говорите, линейности не существует, так же и здесь, в любом возрастном кризисе нет же дверей границы, да, через которые человек перешел, и вот он уже где-то в новом пространстве, это какой-то постепенный процесс. И поэтому кризис среднего возраста, как я сейчас слышу, начинает датировать от 30 лет и до 50, до 60. Ну, если мы говорим сегодня о кризисе, я бы его датировал не датами, а теми вопросами, которые в этом кризисе возникают, ну, в условном кризисе. То есть, скорее, вопросы помечают, ну, некоторый слом, если хотите, да, некоторый разворот, бытиины, если хотите, разворот, да. Ну, это вопросы... Да, вот немножечко направлю, сужу наши обсуждения. Вот люди, которые считают и говорят о себе, что они находятся в кризисе среднего возраста, обозначают его как время сожалений. То есть, это прям список сожалений, что я успел или не успел сделать к этому возрасту, кем я стал или не стал, с тем ли человеком я живу, тех ли детей я родил. Вот об этом. Что с этим делать? Как с этим быть? Или какие уроки нужно вынести из этого периода? Ну, во-первых, мне нравится, что вы сразу заговорили о каком-то таком своеобразном списке. Я думаю, что его вполне можно себе составить, то есть, отвечая на вопрос, с каким... с чем можно выйти. Вообще, вот... Зачем человеку такой кризис? Мы можем ответить на этот вопрос? Я вот с какой стороны начну. Сегодня на прием пришла женщина, впервые она пришла на прием, которая... ну, которая стала плохо. Ну, психически плохо, да. У нее бессонница, у нее тревога, у нее сниженное настроение. Ну, такой вот набор, я думаю, который ни зрителям, ни даже специалистам ничего не скажет. Ну, такое может быть при любом состоянии. В разговоре выясняется... ну, там, безусловно, есть, ну, какая-то жизненная канва, да, или жизненные обстоятельства, к которым можно привязать ее состояние. Ну, в жизни всегда что-то происходит. Вообще, идея причинно-следственных связей, она настолько прочно у нас укоренилась. То есть, если мне плохо, ну, значит, надо искать причину и искоренить ее. Мне кажется, это мозг успокаивает, когда мы находим причину, и вот эта связь устанавливается. Даже пусть эта причина, может быть, и не имеет отношения к состоянию. А может быть, имеет, но у нас же действительно есть причинно-следственные связи, да, то есть какие-то вещи, безусловно, связанные причиной, как причиной следствия. Вот. Но за ее разговором через некоторое время для меня стала просвечивать еще одна тема. Это я вот веду к ответу на ваш вопрос. Тема того, что когда ей стало плохо, она, ну, может быть, впервые сознательно сама у себя появилась. Я имею в виду то, что эта женщина как раз с того возраста, о котором вы говорите, ну, вот, попадающая в этот возраст, которая привыкла, ну, как и все мы, наверное, или большинство, участвовать в массе социальных процессов. У нас же у взрослого человека, ну, грубо говоря, голову некуда. Это семья, где, это не просто же пустой звук семья, да, это ребенок, которого нужно отвезти в школу, забрать из школы, отвезти на какие-то кружки, сделать с ним уроки. Сейчас в период самоизоляции, пандемии и так далее, масса еще каких-то вещей, да, вот, в первый класс надо подготовить. Вот. Это работа, безусловно, эта женщина ходит на работу, наравне с супругом зарабатывает деньги. Это муж, с которым, ну, вот, есть какие-то дела, да, это семья. Это, наверняка, еще родители, потому что, если говорить про средний возраст, это как раз возраст, где приходится ухаживать не только за детьми, которые еще, возможно, не выросли до самостоятельной жизни, но и за родителями, которые уже начинают транслировать какую-то беспомощность в некоторых вопросах. Родители начинают транслировать, как вы выразились, беспомощность, ну, то есть, быть беспомощными, да? Ну, быть беспомощными, да. А может быть, даже и это возраст, когда родители уже умирают, уходят, да, или находятся на грани, то есть, ну, в каком смысле на грани? Они пожилые, где-то там внутри у людей есть предположение, что, может быть, такое, что, ну, вот, не так много времени осталось, и нужно с родителями пообщаться, да, может быть, восстановить, восполнить какие-то вещи, которые не было, ну, и так далее. Действительно, да, ну, вот... Возвращаясь к истории этой женщины. Да, немножко возвращаясь к истории, которая, мне кажется, высвечивает. Мне стало плохо, и я у себя появилась. Ну, то есть, мне приходится с этой моей тревогой, с этой моей бессонницей, с этой моей эпизодами страха, с этой моей раздражительностью. Она говорит, я очень раздражена на близких, на семейных. И в этой истории есть еще один интересный момент, к слову. Понимание о том, каким образом, что, что с чем связано в ее собственной жизни, оно мало присутствует. То есть, вот, есть какие-то события большие, и кто-то сказал, ну, например, там, в... там, с родителями, ну, произошли определенные процессы, я не буду вдаваться, да. Кто-то сказал, вы знаете, вы себя плохо чувствуете, потому что у родителей там плохо, да. Так ли это? Ну, вот тут большой вопрос. И она не знает. Но возвращаясь к среднему возрасту, ну, вот этот вот момент, где меня... Я видел перед собой, как мне казалось, женщину, которая, как я иногда говорю, подняла голову от грядки, которую она возделывает в течение своей жизни, осмотрелась вокруг и посмотрела, может быть, в себя впервые, ну, в таком сознательном возрасте, а что я вообще здесь делаю, а чего я хочу, а почему я не хозяйка, вот, ну, в своих каких-то состояниях, в своей жизни и так далее. Вы, интересно, обозначили чувства, и как я слышу и в себе также обнаруживаю, потому что попадаю как раз в эту категорию, что основными чувствами, как раз ярко выраженными в этот период, действительно становится страх, тревога и злость. Как будто бы они актуализируются в этом возрасте и требуют повышенного внимания к себе, исследований внутри себя, да, собственной агрессии, какой-то, или собственной тревоги. Да, но вы еще сказали о сожалении. Я думаю, что тоже можно в чувства записать список и сожаление, да, то есть к тем всем вещам, о которых вы говорите. И, ну, это сожаление человека, который, возможно, прошел половину дистанции своей, да, прошел половину жизни, но хотелось бы думать как минимум. Ну, в 30-40 лет, да, умножить на 2, это где-то, ну, вот там 80 лет жить было бы неплохо. И действительно эти вопросы возникают, вы их перечислили, проклятые вопросы, я их иногда называю. Как прожить этот период? Как перейти к следующей стадии, не знаю, там, светлой старости, или, не знаю, второй молодости, второго дыхания? Я, во-первых, не уверен, что у всех есть такой вопрос. То есть вот вы его задаете, может быть, кто-то из телезрителей доберется-таки до нас и задаст сам такой вопрос. Может быть, мы поговорим. Телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, мы ждем ваших звонков. У меня есть впечатление, что знание о том, как прожить этот период, почти не увеличивает шансы прожить этот период хорошим способом. Но какая-то информация есть, да? То есть люди все равно будут искать ответы на эти вопросы, задумываться. И мы наблюдаем, что это период, когда люди делают какие-то очень серьезные, кардинальные вещи в своей собственной жизни. Они могут быть разные, да? Супруги, семья, будучи уже зрелой, вдруг или не вдруг решаются, что им нужно завести второго, там, третьего, ну, так выражается, да, завести, родить ребенка. Ну, потому что, например, они понимают, что через год или через два уже будет поздно. Или через три, да? Семьи распадаются, люди разводятся. Люди меняют работу. Люди коренным образом меняют, ну, свои какие-то привычки. Я имею в виду, начинают питаться здоровым образом, да, заниматься какими-то спортивными, физкультурными мероприятиями. Люди идут в церковь. Да, люди идут в церковь. Ну, и так далее. Люди начинают рисовать, писать стихи. Что-то такое возникает. Я могу добавить здесь, ну, такую общеизвестную, может быть, вещь. О том, что это не я придумал. И мне кажется, это адекватно. Ну, вот первая половина жизни – это построение карьеры, укоренение себя в социуме. То есть молодой человек попадает в социум, и он строит семью. Он решает, может ли он, ну, кем-то быть в этой среде и так далее, да. А во второй половине человек уже вот эти все вопросы решил, ну, так или иначе. И они уже, ну, перед ним уже стоят другие вопросы. То есть ему в основном не надо уже заботиться о крыше, о пропитании, о деньгах. В основном, говорю, да. И вот перед ним вот какие-то внутренние вопросы встают, да. То есть это период таких внутренних вопросов, которые не всем видны. Кстати, эти вопросы очень часто вызывают раздражение и злость у близких. Они начинают задавать тому человеку, который задает эти вопросы, самому себе и невольно проговаривается, например. Ну, начинает приставать. Как у тебя там? А как у тебя? А что ты по этому поводу думаешь? Иногда ему говорят, слушай, у тебя же все хорошо, ты, наверное, с жиру бесишься. Ну, вот какая-то такая есть вещь, да. Есть еще и другая вещь, как поделила со мной одна женщина. Она хочет любви. И она ждет, ищет, и, возможно, даже любит какого-то другого человека. И она про эти вопросы думает. Какая она любовь, какие выразить любовь. Ну, то есть тема любви для нее актуальна. При этом, когда она пытается заговорить об этом со своими сверстницами или с родственниками, она наталкивается на осуждение, на недоумение. Там, тебе нужно думать о внуках, а ты про любовь тут думаешь. То есть, ты что, у тебя уже не тот возраст, когда надо про любовь думать. Ну, я бы сказал, что это еще раз то, о чем вы говорите, еще раз подтверждает, что это проклятые вопросы. Или проклятые, как хотите, да. Что это вопросы, которые очень неудобны и неуместны. И, в общем, что самое забавное, мне кажется, для этих вопросов нет места в быту. Ну, вот когда? За завтраком этот вопрос задать? Вот мы сидим, завтракаем. Что вот мне сейчас его задать? Но это как-то неуместно. Мы на работу собираемся. Вообще здесь яичница вкусная. Да, вот детей надо в школу собирать. Действительно, как поговорить по душам за завтраком? Да. В обеденный перерыв, да он там 15-20 минут. Что можно сделать за 15-20 минут? Когда его задать? Вечером, когда все уставшие приехали домой. И иногда, ну, так сказать, вот давай не будем друг друга трогать, да. Или вот, наконец-то, мой любимый сериал. Или мне надо на йогу, да, или еще куда-то. Вот мы так распределились. Когда? Когда супруги забрались в постель и уже пора спать. Когда время для этих вопросов? В отпуске, слушай, мне на работе мозг весь вынесли, как говорят люди, да. А ты мне задаешь эти вопросы сейчас. Вот давай вот ни о чем не будем думать. Просто полежим на пляже. Ну, уж извините меня, я немножко карикатурно. Я уверен, что люди задают эти вопросы. И тогда ситуация, которую вы описываете, она же множит одиночество. Среди людей, которые, вот, муж, жена, они примерно в одном возрасте. Ну, им некогда поговорить о важных темах. Почему множить, Елена? Его не нужно множить. Его и так, мне кажется, полным-полно. Ну, куда множить? Оно его открывает, возможно? То есть я, возможно, вдруг узнаю, что я одинок с этим вопросом. И, конечно, мне становится... Хотя если бы люди начали говорить, они, может быть, выяснили, что они не одиноки на самом деле. Тут, мне кажется, есть определенная роль. Я вот сейчас в эту сторону качнусь. Есть определенная роль кино, сериалов, книг, которые так популярны сейчас стали, да. Которые как раз эти вопросы и задают. Возьмите любую вселенную. Ну, вот сейчас это называется, да. Гарри Поттера. Вот что-то там. Игры, игры, Войны Престолов, да. Я знаю, что есть такое. Я просто не смотрел, да. Хоббитов. Вот вселенная героев, Люди Икс. Там везде эти вопросы есть. Они вопросы потери, вопросы дружбы, вопросы любви, да. И кинотеатр тоже вот так вот собраться, посмотреть какой-то фильм о любви, выйти и сказать друг другу, а что у нас с тобой вот в том, что мы сейчас увидели, да. Как у нас эти дела обстоят. Я не знаю, говорят ли люди об этом. Мне очень интересно, да. Я иногда спрашиваю, когда доходит дело на приеме. Вот. Может быть, это время. Но в самом кинотеатре не поговоришь. В общем, они где-то... Это вот те самые, знаете, забавные. Это те самые вопросы, без которых вроде бы можно прожить. Ну, вопрос, где купить хлеба, в этом плане намного важнее. Да, вот. Или что мы будем ужинать, или в какой институт пойдет наш ребенок. Ну, эти вопросы как будто все время фоном просвечивают. И, ну, какого-то ответа требуют. Хотя много деятельностей, где можно убежать от этих вопросов, да. С кем говорить все-таки на эти темы? Кому задавать эти вопросы? Ну, в первую очередь себе, близким, детям. Дети очень интересные ответы дают. Искать людей по интересам. Я думаю, что это даже определенная лакмусовая бумажка. Я знаю, что друзья, когда задают друг другу эти вопросы, вдруг обнаруживают, что они действительно друзья и по этим вопросам. А когда-то оказывается, что это вот такая дружба, которая, ну, какими-то, да, вот у нас автомобильный какой-то интерес, автомобильный клуб, рыбалка, охота. Давай не будем вот эти вопросы тащить. Ну, вот. Я не знаю, что вам ответить. Где и с кем говорить? Наверное, это всегда как, ну, на свой страх и риск. С кем можно со случайным попутчиком в поезде об этом поговорить? В маршрутке вдруг спросить. Может быть, вот, где угодно. Позвонить в передачу. Вернусь к списку сожалений. Вы сказали, что это чувство определенное, сожаление. Мне интересно, как оно появляется? Оно же связано с ожиданиями? Когда мы в молодости мечтаем, фантазируем, как сложится наша жизнь, каких высот мы достигнем в карьере, в финансах, к какому-то возрасту купим дома, сколько детей мы родим. И к середине жизни люди с этими ожиданиями расстаются. То есть они понимают, что, возможно, идеализированный образ не состоялся. Ну, или не расстаются. Как быть с этими ожиданиями? Стоит ли себе эти ожидания придумывать, планировать? Или вот жить здесь и сейчас, настоящим моментом? На ваш взгляд, как это? Я зацепился за слово «жить здесь и сейчас». Это фраза, которую как мантру произносит большое количество людей, но всех друг к другу пристают, приносят и говорят, слушай, я тут знаю, что нужно жить здесь и сейчас, как это сделать. И самый большой секрет, как реализовать то, что вроде бы очевидно. Как быть с ожелениями? Я не знаю. Есть, опять же, разные, наверное, подходы. Опять же, может быть, кто-то дозвонится и скажет. Может быть, не сегодня, может быть, в следующий раз. Какой-то список – это замечательно. Составить список тех вещей, которые я еще ожидаю, тоже замечательно. Но такой какой-то перепросмотр себе устроить. Ну, вот осмотр внутренних пространств. По поводу того, что с определенными мечтами приходится расставаться, ну, это да. У кого-то это болезненно происходит, у кого-то мы как-то адаптируемся. Вот я хотел быть космонавтом в детстве. Очень хотел. Хоккеистом, космонавтом. В общем, двумя, я не знаю, кто родившийся в середине 70-х годов из мальчишек не хотел быть космонавтом или хоккеистом. Сколько мальчишек стало одновременно и хоккеистом, и космонавтом? Я не знаю, немного. Конечно, эти мысли, эти идеи, эти желания двигали по жизни. Но со временем приходится пересматривать и расставаться их. Ну, может быть, кораблики сделать, запустить по воде, написать там. У меня такое ощущение в сегодняшней передаче, что мы говорим про такую важную тему кризиса среднего возраста, и целое поколение озабочено этим вопросом. Какое-то беспокойство одолевает мысли, сожаления. Но мы как будто бы осторожничаем и не затрагиваем, не знаю, то ли я это осторожность показываю. Неговоримо о важном вопросе, который настигает людей в это время. Страх смерти. Вы очень точно, на мой взгляд, Елена, вообще уловили, что мы юркаем между людей. Потому что мы не говорим, по большому счету, ни про вас, ни про меня, ни про кого-то конкретно. Это вот что-то такое... Абстрактное. Отъединенно. Для меня это вообще, если касаться тем, один из самых первых шагов, один из самых первых безопасных шагов о чем-то говорить. Ну, знаете как, у моего друга есть проблема. Давайте поговорим. И вот мы с вами сейчас говорим не про ваш кризис, не про мой кризис, хотя мы относимся как раз к этому возрасту. И, скорее всего, и у вас, и у меня что-то такое есть. Да, и у наших телезрителей, да, те, кто смотрят и так далее. Вот. Поэтому здесь вот такой вопрос. Говорить о своем страхе смерти мне сейчас, наверное, это шагнуть на следующий этап. Ну, нужно ли это кому-то кроме меня, у меня вопрос. То есть я в этом смысле тогда становлюсь вот тем человеком, который попал в общество. Вот у нас здесь сидят люди, да, которые отвечают за камеры, за звук. Там вообще где-то вот нужно ли им признание или какие-то соображения одного человека. Тем более, когда эти соображения можно прочитать, я не знаю, у интересных авторов и так далее. Мы можем предложить задать свои вопросы телезрителям в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам Самары ГИС». У нас там есть страничка обсуждения, и там можно написать вопрос, который мы прочитаем и обсудим в ближайшей передаче. Время наше сегодняшнее заканчивается, но мне не хотелось бы эту тему бросать. Хотела спросить, можем ли мы одну из передач посвятить страху смерти? — Можем, и я первый готов в нее шагнуть. Я сейчас тоже ведь ушел от вопроса. Наверное, если это будет важно, я поговорю о своем. По сути, всегда говоришь только о своем, да. Если это кому-то будет еще интересно, важно и содержательно, я приглашаю вас в этот разговор. — Будем ли мы разделять говорить о страхе смерти в детском возрасте, в среднем возрасте и в старости? Это же разные какие-то вещи. — Давайте попробуем все-таки говорить не про возраст, а про страх смерти человека. То есть появится человек, который готов будет говорить. Если не появится, значит, придется выбирать либо вас, либо меня, Елена. Выбор небольшой. — Подводя итог нашей сегодняшней программы, хочу вас спросить, Алексей, можете ли вы тезисно сказать о себе про этот кризис среднего возраста? Есть, нет? И какими вопросами, может быть, вы задаетесь? — Я думаю, что есть, по крайней мере, я в этом кризисе живу, но, наверное, он меня не пугает так сильно, как пугал. Но тезисно это вопросы про людей, которых я люблю, которые мне дороги и которые меня любят. Это вопросы про тех людей, которые меня недолюбливают. Мне тоже это интересно. Кого я недолюбливаю. Оказалось, что я большую часть жизни как-то этот вопрос пытался сгладить для себя. Ну, наверное, так думал, что это не очень хорошо и так далее. Надо вообще ко всем людям хорошо относиться. Сейчас я понимаю, что к некоторым людям я отношусь плохо. При этом я допускаю, что это очень хорошие люди и так далее. — Спасибо большое за передачу, за этот разговор. Я напоминаю нашим телезрителям, мы выходим по вторникам в 18.15. На ваши вопросы готов ответить врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. — Да, чтобы передача не превратилась в разговор двух людей, мы ждем вас с вашими звонками. — Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Спасибо, берегите себя. До свидания. Спасибо, Алексей. — Да, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!